здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube канале и нот по стриму сегодня у нас на рассмотрение очередная машинка от мазар можно было бы сказать что это новинка но не совсем это у нас модер хром 2 стайл но blending эдишн модер хром 2 стайл у нас уже был но вот здесь добавили такой суффикс blending эдишн давайте посмотрим что же это означает к чему все это написано отличается она главным образом ножом но это не единственное отличие есть еще парочка мелких отличий от обычного хром 2 стайла мы о них сегодня поговорим и так сначала упаковка на упаковке у нас на лицевой стороне конечно же сама машинка изображена тут верху ненавязчиво объяснять для чего нужна именно эта вариация машинки что она вот подходит отлично для сведений показано здесь кусочек ножа что вот он новый нож мазаровский раньше только такой нож не выпускался на других машинках его не было в том числе мозг генио фейдинг эдишн там был другой нож хотя и очень похожий между делом здесь такая наклеечка что мозг исполнилось 75 лет ну исполнилось и исполнилось дальше смотрим на торце у нас опять же перечисленные всяческие преимущества что такое супер-купер нож обороты время работы зарядки что со шнуром без шнура и что быстросъемный нож и на оборотной стороне у нас указана комплектация машинки учтите что у нас комплектация указана и в инструкции но инструкция она как правило печатается одна сразу на серию моделей и там комплектация может быть указана неверным наиболее верно отображается на задней части коробки у машинок мозг и вол хорошо коробку более-менее рассмотрели давайте посмотрим что же у нас коробки коробки у нас рекламный буклет что от наша новая супер-пупер машинка причем они тут что-то не поступились положили два одинаковых буклета но не буклета вернее такие листовочки бог с ним лежит руководство пользователя очень рекомендую с ним все-таки ознакомиться там буквально две-три страницы это не так много почитайте возможно какие-то вопросы отпадут сами собой дальше лежит самое интересное это конечно же машинка в такой вот транспортной упаковке которая исключает что у вас машинка будет болтаться там туда-сюда в коробке и при этом как-то повредиться лежит зафиксировано четко при транспортировке ничего с ней не случится и лежит она к тому же не касаясь стенок корпуса то есть даже если слегка помнут коробку с самой машинкой ничего не случится хорошо дальше у нас здесь лежит зарядная подставка здесь же лежат у нас насадки здесь же лежит у нас сетевое зарядное устройство и масло щеточка хорошо давайте коробку и макулатуру уберем в сторону и дальше поговорим про саму машинку ну и немножко про то что идет с ней в комплекте совсем чуть-чуть и так машинка дизайн похож в общем-то на обычный chrome 2 style поменялся цвет если обычный chrome 2 style был у нас такого шоколадного цвета коричневого то здесь у нас корпус выполнен в черном цвете и вот эта вот ставка она такая хромированная при этом надо отметить что поверхности все матовые они не блестящие соответственно там заляпанного пальцами будет видно немножко меньше конечно же все равно капельки там масла жидкости краски на корпусе будет заметно поэтому аккуратность в обращении с любым инструментом нужно но тем не менее некоторые такие шалости прощают это покрытие хорошо дальше форма никак не поменялась по сравнению с chrome 2 style форма довольно удобная немножко непривычно что вот прямо под самым-самым пальцем этот переключатель ножа немножко палец даже в него упирается но тем не менее мастера говорят что очень удобно никак не мешает наоборот что он все время под рукой не надо его нащупывать искать он все время там где и необходимо качество сборки очень хорошая зазоры минимальный либо отсутствует соответственно волосы внутрь набиваться у машинки практически не будут понятно что если отработать пять лет и разобрать несколько волосков там внутри хоть как будет вес машинки 270 граммов это немного стандартный вес машина колеблется от 260 до 290 граммов у профессиональных полноразмерных машинок понятно что всякий там китай может весить и меньше 200 граммов но это потому что там внутри в начинке ничего и нет практически в инструкции указан вес 275 граммов но это скорее всего потому что инструкция писалась для chrome 2 style а обычного а это у нас blending edition у него есть отличие по ножу нож стал тоньше легче поэтому неточности в инструкции мы замерили фактически вес по нашим весам 270 граммов тип питания этой машинки комбинированный то есть она у нас может работать как от аккумулятора встроенного так и от провода можно ее подключить и все замечательно будет работать работать она будет от аккумулятора 105 минут такое время указано на коробке в инструкции указано 120 минут но это опять же инструкция писалась для chrome 2 style а обычного здесь у нас blending edition у него немножко изменили технические характеристики поэтому он работает меньше но с большей мощностью 105 минут работы работы время зарядки никак не изменилось по сравнению с обычным chrome style ам все те же 80 минут внутри у нас прячется литий-ионный аккумулятор на 3.6 вольта 2200 миллиампер часов индикатор работы у нас такой вот маленький огонечек не как у chrome style обычного где целая шкала всего одна лампочка если она при работе горит зеленым цветом не мигая это значит что у нас больше 20 процентов зарядки от 20 до 100 процентов если огонек этот начинает подмигивать нам весело зеленым цветом то это от 5 до 20 процентов если у нас лампа загорелась красным цветом то значит осталось меньше пяти процентов аккумулятора ну это примерно пять минут работы то есть по-быстрому доработать одну прическу и срочно ставить на зарядку желательно не допускать разряда до красного цвета желательно все таки как только замигала зеленым поставить на зарядку зарядную подставку при заряде у нас огонек этот мигает зеленым цветом устанавливаем базу если он у нас уже не мигает а горит непрерывно то значит зарядился полностью здесь видно что он подмигивает при этом учтите что период мигания довольно большой ну не ошибитесь что уже все зарядилось но в принципе все довольно удобно перестала мигать значит зарядилась заряжать можно не только от станции но и напрямую от шнура при этом также от шнура можно не только заряжать но и работать допустим вы не уследили когда у вас там замигала зеленым лампочка потом загорелась красным и потом полностью разрядилась машинка можно работать от провода но делать это не рекомендуется поскольку провод довольно легко переламывается вот в этом месте да вот где у нас провод входит уже в сам штекер вот здесь довольно легко переламывается а разъем здесь не стандартный то есть китайский какой-то адаптер за 300 рублей подобрать не получится придется покупать оригинальный адаптер мозоровский он довольно таки дорогой шнур здесь довольно длинный 3 метра это стандарт в общем-то для европейцев американцы делать шнуры покороче 8 футов 24 метра но здесь 3 метра очень длинный но повторимся такая длина она хоть вроде бы и позволяет легко удобно работать но работать от шнура нежелательно потому что шнуры ломаются других ограничений нет самой машинки это никак не вредит аккумулятором не вредит но вредит шнуру поэтому старайтесь не пропускать зарядки заряжать машинки вовремя и тогда у вас зарядка будет жива долго вас радовать мотор мотор внутри стоит роторный производство конкретно в данной машинке mabuchi возможно там в будущих партиях поставщика мотора поменяют но на сегодня это mabuchi electronic но хорошие моторы ничего про них плохого сказать нельзя довольно выносливые надежные слава богу мощность мотора четыре с половиной ватта но надо понимать что четыре с половиной вата мозг это минимальная мощность то есть это вот если вообще просто его так вот включить она работает на четыре с половиной вата если нож у нас зарылся в какой-то густой волос прямо с трудом его пережевывает то мощность будет увеличиваться предельная мощность для машинки производителям не указывается то есть сколько там максимум ватт выдаст, но в принципе эти ножи справляются с любой густотой волос без проблем в принципе машинки мозоровские, те которые человечие вот они выпускаются в таком же дизайне для животных с теми же сами практически ножами в принципе справляются практически с любой шерстью обороты двигателя, здесь обороты немножко повысили по сравнению с обычным хром 2 стайлом, у обычного было 5300 оборотов, у этого 5750, немножко выше мощность, немножко выше обороты поэтому немножко ниже время работы чудес не бывает, аккумулятор оставили прежнего объема, соответственно время работы уменьшилось, не критично мощность увеличилась но тоже не сказать, что колоссально 5750 оборотов, здесь опять же нужно подчеркнуть, что если зароемся в густые волосы то обороты у нас не упадут критически поскольку в мозоровских машинках в отличие от валовских стоит контроллер оборотов, который старается поддерживать их например на одном и том же уровне вне зависимости от величины нагрузки то есть от сложности волоса от его густоты, толстоты и так далее хорошо мотор это важно но на самом деле самое главное изменение в этой машинке это вовсе не мотор с чуть-чуть увеличенными оборотами а это нож нож здесь стоит мозоровский блендинг нож это новый нож впервые дебютировавший именно на этой машинке нож быстросъемный то есть его можно просто надавив пальцем отстегнуть от машинки это в общем-то у всех аккумуляторных машинок мозор такой имеется зачем это нужно для удобства чистки смазки обслуживания замены быстрой на другие ножи другой конфигурации блендинг что собственно значит значит что этот нож предназначен специально для тушевки волос для плавных переходов за счет чего достигается вот этот вот плавный переход достигается он за счет измененной формы зубчиков не знаю насколько видно я думаю видно не очень хорошо сейчас это давайте попробуем показать это на коробке может быть лучше видно здесь зубчики мало того что они разной длины они еще и хитрой формы нож в целом повторяет нож wall magic clip cordless у которого тоже верхний нож подвижный имел зубчики разной высоты но здесь они не только разной высоты но и заточены скошены в разные стороны здесь мозор хотел этим добиться того что вот эти вот наклоненные в разные стороны зубчики будут направлять волосы внутрь ножа то есть как бы их захватывать затягивать внутрь не знаю насколько это все правдоподобно или чистый маркетинг мне кажется маркетинга здесь больше вот в этом скосе зубьев но посмотрим первые практически отзывы как они в тушевке но я думаю тушевать будет лучше чем стандартный нож мозоровский длина среза здесь регулируется от 0,5 до 2 миллиметров причем впервые мозор на своем ноже разместил прямо надписи какая же длина обычно здесь вообще никакой маркировки на мозоровских ножах не было просто в инструкции написано было что нож от 0,7 до 3 миллиметров ну стандартный нож у них и все и какие там промежуточные значения это нигде не фигурировало здесь же помимо того что указаны начальные и конечные значения но указаны еще и все промежуточные нож здесь 5 позиционный вот выбираем выбираем любую из позиций и знаем сколько примерно там должно быть но повторимся что вот эти вот цифры у любого производителя они очень условные то что вы поставили там на 0,5 миллиметров нож срез это не значит что вы там проведете и останется ровно 0,5 миллиметра нет ну это так примерно на глазах чтобы понимать разницу между одним и другим положением нож здесь имеет измененную форму по сравнению с большинством стандартных мозоровских ножей он немножко сточен для более плотного прилегания к коже то есть он сделан более тоненьким это нужно для того чтобы удобнее было делать скин фейды вот эти вот самые прически где у нас практически от стрижки наголо от бритья и плавно выводим волосы за счет вот этого скоса есть и негативный момент такие ножи все такие ножи тонкие греются больше чем более толстые ножи ну понятно металла меньше здесь на 5 грамм меньше масса ножа чем у стандартного мозоровского ножа соответственно он будет быстрее нагреваться и медленнее охлаждаться поэтому все работы делать вот этим ножом ну он к концу стрижки может разогреваться и здесь у нас есть два варианта либо завести несколько машинок либо в случае мозора можно завести просто несколько ножей поскольку ножи быстросменные то есть один отщелкнул другой надел стандартный толстый нож и быстренько рубим им массу массу срубили потом надеваем уже родной нож и делаем форму делаем тушевочку и все будет замечательно очистка ножа производитель прямо указывает если у вас нож грязный если он не ухоженный не заточенный то время работы может снижаться от себя добавлю помимо того что время работы машинки снижается потому что грязный нож у него там повышено трение нагрузка повышена на мотор он аккумулятор быстрее съедает ножи ножи еще быстрее разогреваться будут поэтому их необходимо регулярно чистить как чистить берем кисточку сметаем все волосы отодвигаем нож нажимаем на вот эту штучку при этом нож у нас приподнимается ам-ам-ам-ам приподнялся нож и мы прямо туда залезаем кистью и вычищаем все между ножами то есть довольно таки удобная такая фишка которую мозер подсмотрел я так подозреваю у панасоника раньше панасоник все время рекламировал свои ножи что вот так вот их надо чистить теперь и мозер прямо в инструкциях у себя местами такую процедуру описывает кроме того при сильном загрязнении бывает когда уже не месяц и не год работаем ножом у нас волосы забиваются внутрь периодически возможно понадобится открутить винты снять пластик прочистить там внутри но делать это часто необходимости нет если вы регулярно вычищаете волосы снаружи то внутрь они не попадают после того как мы почистили нож его обязательно надо смазать не забывайте пожалуйста про смазку неоднократно я уже об этом говорил но тем не менее почему-то у нас люди не хотят ухаживать за ножами потом удивляются почему у них нож так быстро умер ножи мозоровские служат довольно долго по несколько лет без заточки при условии правильного ухода регулярной чистки и смазки напоминаю смазывание ножей любых производится в пяти точках это раз два три на зубчиках и вот здесь там где у нас сзади соприкасаются ножи вот в этих точках тоже надо с одной и с другой стороны добавить масло с одной стороны и с другой стороны капнули при этом вот здесь на гребенке надо смазывать в идеале после каждого клиента ну не после каждого клиента каждый 15 минут работает это один два три клиента смотря сколько там работает здесь сзади достаточно смазывать раз в сутки почему так ну здесь проходят у нас волосы при стрижке они с собой уносят масло сзади у нас волосы практически не попадают там соответственно смазка сохраняется дольше понакапали масло защелкнули нож на место включили машинку на несколько секунд подвигали туда-сюда нож чтобы все размазалось обязательно у вас масла будет слишком много поэтому вот оно выступило наружу его все чистили там сухой какой-нибудь тряпочкой старым грязным подворотничком бумажной салфеткой неважно чем-нибудь счистили и нормально все обслужили периодически все-таки ножи умирают их надо точить мозоровские ножи служат довольно долго но тем не менее производитель в инструкции указывает что все их профессиональные ножи являются затачиваемыми то есть слышал я как-то кто-то там пришел к заточнику ему сказали ой этот нож его нужно разбирать его точить невозможно потому что вот такая конструкция но это бред конечно полный не знаю что это за заточник такой был просто берем раскручиваем отверткой этот ножевой блок отделяем верхний нож от нижнего и потом их точим как обычно никаких хитрости у них нет по сравнению с теми же ножами опять или какими-то другими ножами дальше быстросъемный нож как я уже оговорился есть у мозор и другие ножи помимо того что это блендинговый тушевочный нож есть стандартный нож для масс 0,7-3 миллиметра есть у них и специальные ножи стайлинговые это все в одном нож текстурный нож и так далее то есть вот плюс мозоровских машинок что у них можно на лету прямо менять ножи и получить из одной машинки сразу несколько с разными характеристиками отлично про нож в общем-то все рассказали но практически никто сейчас не работает голым ножом практически все нож используют с насадками один из плюсов комплектации Blending Edition это новые крутецкие насадки на магнитах здесь Нозер отчасти подсмотрел насадки Уолл премиальные но валовские насадки были на защелках металлических в задней части была защелка а здесь они подсмотрели конструкцию у Эндис именно Эндис начал первый продвигать насадки на магнитах то есть вот так вот вставляем нож в передней части и потом он просто прищелкивается потому что здесь внутри у нас спрятаны магнитики причем Мозер рекомендует не принимать эти насадки близко к сердцу тем у кого есть кардиостимуляторы то есть типа магнит держите его подальше от кардиостимуляторов на расстоянии не более 5 сантиметров то есть не прячьте эти насадки в нагрудный карман ну я думаю разберется народ куда их класть куда не класть очень удобный не скользят не разбалтываются со временем то есть если кто-то там привык работать каким-нибудь допотопным остером 616 и в процессе придерживать насадку пальцем чтобы она не дай бог не свалилась здесь такое не понадобится никогда кроме того здесь мне кажется мозор избежит проблем эндисовских насадок у эндис магниты их прямо видно они торчат наружу соответственно они могут в процессе эксплуатации небрежной вываливаться здесь у мозор магниты сделаны в потай то есть вы их не видите где они где нет ну где-то здесь есть да магнитик один два непонятно но что-то там есть защелкивается очень легко элегантно при этом видно что пластик неоднородный то есть видимо он армированный какими-то волокнами но будем надеяться он окажется довольно долговечным кроме того что я хочу сказать у валовских машинок была очень и осталась очень большая проблема с насадками полтора миллиметра зубчики у них очень тонкие и очень легко отламываются понятно что если у насадки не хватает одного двух зубцов то ее можно выкидывать особенно с таким мелким размером потому что она не будет выдерживать необходимый там диапазон длины среза здесь зубчики сделали не прямые как у валовских машинок а их сделали такими треугольными то есть к основанию они расширятся за счет этого я надеюсь данные насадки будут более долговечные чем валовские ну посмотрим что там покажет опыт эксплуатации у людей но я надеюсь они будут более долговечными потому что они будут явно более дорогими чем валовские за счет магнитов внутри размеры насадок в комплекте идет 4 насадки 1,5-3-4,5-6 мм возможно неплохо было бы добавить насадки сюда 9-12 мм для полного счастья но не забываем что эта машинка у нас позиционируется как машинка для тушевки то есть для плавных переходов от нуля ну и вот получается до 6 миллиметров больше я думаю на самом деле и не нужно потому что все остальное по идее делается уже другой машинкой машинкой специально для снятия массы хотя можно использовать ту же самую машинку с другим ножом но можно докупить и другие насадки мозоровские в принципе здесь стандартный нож соответственно подходят к нему стандартные мозоровские насадки ну наверное это все что я хотел вам рассказать про эту машинку и давайте попробуем сделать вывод машинка на мой взгляд довольно удачная удачная по эргономике по характеристикам никаких провальных моментов прямо я здесь не вижу на мой взгляд эта машинка изначально позиционируется как альтернатива валовской мэджик клип корлис которая далеко не всем мастерам привыкшим работать с мозором нравится из-за своей вибрации и шума то есть мозоры у них и шума меньше и вибрации как правило меньше чем у валовских машинок поэтому хотите вплотную заняться фейдами но не хотите связываться с машинками от вал отличный вариант с интересным ножом с интересными прочими характеристиками и с очень интересными насадками на этом пожалуй все будут вопросы задавать их в комментариях под этим видео напоминаю что у нас также есть группа вконтакте есть инстаграм ну и можете писать напрямую нам на телеграм на этом все пока пока до новых встреч на нашем youtube канале до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...